В 23-м году на 10,5 тысяч потенциальных первоклашек выделили запасом 10 600 мест. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель председателя комитета по образованию города Наталья Михалчук. Дополнительные 158 мест создадут сразу в пяти школах города. Однако, как и в том году, остается проблема с распределением школы густо населенных районов, например, индустриального. Особенно непросто обстоит дело в 135-й, 136-й школах и 121-м лицее. Количество первых классов там ограничено и составляет до шести в каждой школе. В эти школы пойдут те дети, которые проживают в кварталах, на которых находится это учреждение. Школа 135 будет обслуживать тех жителей, которые проживают в квартале 2008. Естественно, это процесс балансировки. То есть мы учитывали количество свободных мест в данной школе и количество детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Распределение ждет учеников новых кварталов, где школы пока строят. Квартал у нас есть с вами, так называемый микрорайон времена года. Это квартал 2010. На сегодняшний день там школы нет. Соответственно, мы перезакрепили это за близлежащие школы, в которой имеются или будут созданы места для первоклассников. Это школа 114. Квартал 2011, дробь 2, это норд-квартал. На сегодняшний день там тоже школы пока нет. Соответственно, мы закрепили за школой 84. Сейчас в Барнауле спроектированы 8 новых школ и 3 пристройки. Застраивать будут преимущественно новые кварталы города. На сегодняшний день идет строительство уже в квартале 2011. То есть там уже школа у нас возводится. Кроме этого, в этом году мы, и это большой плюс, значит, что мы открываем школу в спутнике. Приемная кампания в первые классы пройдет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. В первую волну школы принимают заявления от семей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также от льготников. Первоочередным правом пользуются дети военнослужащих, работников полиции, МВД, УФСИН и участников СВО. Во вторую волну принимают детей, которые не проживают на территории, закрепленной за школой и только при наличии свободных мест. Кстати, подать заявление теперь можно через госуслуги. Уже сейчас родители могут заполнить черновик заявления на сайте и отправить его сразу в день подачи приема документов. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.